Хардкор Файтинг Чемпионшип представляет Главное событие вечера Развязка личного конфликта, который длится на протяжении нескольких лет Мастер спорта по боксу, самый эксцентричный боец лиги, чье имя стало одним из самых узнаваемых в индустрии Джавит, костюм из Дубая Рзаев, выйдет в октагон против бойца, обладающего невероятной нокаутирующей мощью За спиной которого кровопролитное противостояние с лучшими бойцами лиги Андрей Сыган Чеботарев Два обладателя звания Трэштокер Года и только один победитель На кону стоит не только триумф в самом принципиальном поединке в карьере Но и право ворваться в пятерку сильнейших бойцов полулегкого дивизиона Кульминация ожесточенного противостояния уже скоро на канале Хардкор Файтинг Чемпионшип Приветствую вас, друзья, это Хардкор Файтинг Чемпионшип Кулачные бои В со-главном событии Рамис Балу Балабеков победитель всероссийских турниров и Кубков Москвы по панкартиону рукопашную бою Победу одерживает Рамис Балу Балабека Его оппонент Ярослав Ярый Жигулин Призер Кубка в России по кикбоксингу Призер Кубка мира по К1 И призер областных соревнований по тайскому боксу И победу одерживает Ярослав Ярый Жигулин В главном событии вечера Шамиль Пахан Галимов, 31 год, Махачкала Мастер спорта, финалист Кубка мира И шестикратный чемпион Гагестана по боксу Победив его, я выйду на новый уровень Но после того, как я тебя выиграю, я потребую у Анатолия Сулянова титул вот сюда Его соперник Лендруш Леко Акопян Я всего себя отдам, я вам покажу яркий бой Иду не дождусь, когда уже подерусь Этот бой станет прощальным в карьере Лендруша здесь, в октагоне хардкора Да будет битва, друзья! Приветствую вас, друзья Это Хардкор Файтинг Чемпионшип Лучшая кулачная лига мира Сегодня вас ожидают мощнейшие битвы с участием непобежденных бойцов Состоявшихся звезд и тех, кому только предстоит показать силу своих кулаков Соглавном событии вечера пройдет поединок по-настоящему крупных парней Бой в супертяжелом весе Участник второго сезона Гран-при в абсолютной весовой категории Ярослав Ярый Жигулин сразится с жестким проспектом абсолютного веса Рамизом Балу Балабековым Ну а в главном событии вечера финалист второго сезона Гран-при Ты пока в хардкоре проведи бои, ты же на голых кулаках не дрался Ты принимаешь этот бой? Конечно принимаю Экс-чемпион полусредней весовой категории Легендарный Лендруш Лико Акопян проведет прощальный бой на голых кулаках С мастером спорта по боксу и одним из самых популярных бойцов индустрии Шамелем Паханом Галимовым Это хардкор файдинг чемпионшип и мы начинаем Судьи и рефери турнира Антон Шарков Алексей Козлов Ираклий Малозония Сергей Летунов Супервайзер Олег Агеев Хронометрист Михаил Куликов Врач Виктория Гомеева В комментаторском кресле у нас сегодня Солнечный Алексей Акашалом Сафонов Всем шалом А компанию ему составит легенда полутяжелого дивизиона Капитан команды United Russian Fighters Дауд Стханский Кельбиханов Дауд, рады видеть тебя Да именно, очень рад Спасибо А также чемпион хардкор боксинг Ну и просто пионер кулачных боев Тимур Архангел Никулин Официальный партнер хардкор файтинг чемпионшип ВК видео Спортивные трансляции Любимые шоу и сериалы Все это ВК видео Также у нас есть еще одна крутая новость Вышла официальная версия мобильного приложения ВК видео для Android и iOS А также Smart TV Теперь смотреть любимые трансляции боев Стало удобнее в отдельном приложении ВК видео Подписывайтесь на наше официальное сообщество Хардкор файтинг чемпионшип Чтобы не пропустить прямые трансляции наших турниров И эксклюзивные выпуски с боями в ВК видео Которых нет на других платформах Ссылка естественно в описании Ну а мы переходим к первому бою И в октагон приглашается Абубакар Борус Айдамиров 27 лет Хасабьюр Мастер спорта И пятикратный чемпион Дагестана И северо-кавказского федерального округа И призер чемпионата России по боксу В его послужном списке бои с такими звездами Как Харун Базиев и Алан Абаев В предстоящем поединке он собирается зарубиться с оппонентом И с мясом выиграть билет в рейтинге лучших легковесов хардкора Соперника в этом бою ждет такой хороший боковой, неожидаемый Или в печени Встречаем 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 Его соперник Авазбек Ашуров, 22 года, мытище. За его плечами серьезный опыт выступлений на любительском ринге. В этот вечер он не намерен надавать судьбу боя на решение судей. Ведь его задача нокаутировать соперника, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто сильнейший в этом октагоне. По моему сопернику это не выйдет легким боем. Встречаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рефери в октагоне Алексей Козлов. Бойцы, на середину. Пожмите руки. Команду внимательно слушаем, правила не урушаем. Команда, стоп, все действия прекращаем. По углам. Удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, всех приветствуем на очередном вечере боев от HFC. Голые кулаки. Хардкор фатик-чемберже. Даут, Тимур. Рад видеть вас на комментаторской. Даут, особенно, конечно, тебя. Тимур-то мы довольно часто видим. Да. И в ринге, и в комментаторской. А вот по тебе соскучились. А я вот решил как раз воспомнить мечту многих, которые пишут, возвращайте с Тханского на хардкор. Они просто не уточняли, в каком он плуа, поэтому ты воспользовался этой лазейкой. О, уже левый боковой проб... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, еще нет, еще нет. Так, плюс-минус, я пропрогнозирую. Я думаю, что все бои этого карда закончатся в первом раунде. Думаешь? Да, я предполагаю. Ну, если Санцкий сказал, должно так звучиться. Ой, хорошо, спинфа пропадает. Этого бокара, по-моему, уже так растеряно. Да, уже поплыло. Какие-то такие вещи. Здесь болевой порог должен быть понижен. Много достаточно сумбура, да, у Сотова, и еще пропускает он. Пекар сейчас просто Акар методично разбирает соперника, и ничего ему не помешает. А какая база у парня в красных шортах? Говорят... Он третий универсальный бой. Ага. Ну, тут, скорее всего, это первый бой, который закончился в первом раунде. Астанский когда не угадывал. Все! Все, все! Мне кажется, все. Пугов, так. Важный попал? Не, нормально. Все, тихо, тихо. Все, капу сними, все, нормально. Все, тихо, успокойся. Не нервничай. Дай ему, брат, ты снимай раму на пару двух. Я ну, с Аллахом, это я ожидал же. Все, тихо, тихо, тихо. Все, брат, слава. Все, брат, слава. Все, брат, кусочек, паша. Все, все. Все, брат. Все. Все, брат. Тихо. Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok На одной минуте 16 секунде рефери останавливает поединок. Таким образом, техническим нокаутом победу одерживает боец из синего угла Абубакар Айдамиров. Абубакар, с победой тебя! Как тебе поединок? Доволен ли ты тем сопротивлением, которое тебе показал оппонент или хотел все-таки более опытного соперника? Всю жизнь, чтобы драться. Это мой дом. Так что я жду любых вызовов. У меня вот есть незаконные счеты. Правда, я боксировал в Правде с Аланом Абаевым. По Правде в Махачкале. Чисто спортивный интерес. Никакого не уважения к этому человеку. Уважаю его как спортсмена. Желаю ему всего хорошего. Но я до него доберусь. Пускай он это учтет. А так, кто считает себя сильным на 70 кг, я готов. Я буду рвать любого. И огромное хочу сказать спасибо Тарасу, Виталию, Тимуру, Мамедову, Магомеду Исаакову, Тандовскому и всем. Вот здесь присутствует мой брат Загир Шахио. Двухкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Европы. Поаплодируйте ему. И самое главное, благодарность моему тренеру Азамату Адаеву за то, что он подвел меня хорошо. Мы на этом не останавливаемся. Мы идем дальше. Всем спасибо. И спасибо организации за такой турнир и допустили меня. Спасибо. Спасибо большое. С победой. Спасибо. Абазбек, давай на центр. Ну, сегодня твой оппонент был явно опытнее. И судя по тому, что он высказал, и те претензии, которые он имеет, уже даже Калану Абаеву, это говорит о его высоком уровне. Так что ты большой молодец. Сегодня, к сожалению, не твой день. Давай, тебе слово, твои эмоции. Всем, всех приветствую. Всем спасибо. Спасибо Хардкору за такую возможность. И спасибо этой команде, которая помогла мне сейчас вот выйти. Я, конечно же, показал себя совсем с худшей очень стороны. Но если мне даст Хардкор возможность, не шало, я через 3-4 месяца вернусь и покажу себя очень в хорошем состоянии. Всем спасибо большое. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Абазбек. Подарки от спонсоров. А мы едем дальше. Очень плохо. Не понравился самому себе даже свой бой. Но, как говорится, за каждое поражение бывают победы. Поэтому будем возвращаться с лучшей и улучшенной формой. Если Хардкор даст еще шанс, через 3 месяца, если мы встретимся, то это будет уже другой на человек. Все самое лучшее еще впереди. С словами, если честно, не передать, я очень рад, что выиграл именно в этой лиге. Я давно хотел здесь выступить. Будем идти дальше и не останавливаться на этом. Я готов к любому сопернику. Дальнейшие планы тренироваться, с каждым днем становиться сильнее, укреплять свои кости и ломать всех в Хардкоре. Люди Хардкор, чтобы выступать в этой лиге, нужна не только уверенность, но нужно мужество, чтобы драться на голых кулаках. Спасибо, что вы есть. Все ради вас. Официальный партнер Хардкор Файтинг Чемпионшип – Лебо Кофе. Уже 25 лет Лебо производит и обжаривает один из лучших кофе в России, заряжая нас и спортсменов энергией и мотивацией. Лебо – это первый молотый кофе для турки. Натуральная арабика с плантацией по всему миру и семейный подход к каждому клиенту. Лебо имеет большой выбор ярких позиций. Каждый найдет то, что ему по вкусу. Переходи по ссылке в описании, введи промокод Лебо Хардкор и получи дополнительную скидку в 30% на весь ассортимент кофе Лебо. Пейте кофе и помните – в бодром теле бодрый дух. Ну а мы переходим к следующему бою. И в октагон приглашается Алексей Майки Ермаков. 19 лет Новокуйбышевск. Базовый боксер считает, что его скоростная техника в сочетании с оригинальным бойцовским стилем станут настоящей головоломкой для любого соперника. Ух ты! Их тоже наслечу. Наслечу курсом. Он обещает, что яростно снесет оппонента и получит свое место в ростере Хардкора. Наши зрители просто опять же так боятся, удивятся. Скажут, это что за бомбовый бой, что за два тигра. Всем по 50 тысяч, мне кажется. Встречаем. Продолжение следует. Его соперник Яхья Добряк Нурмагомедов. 22 года Москва. Мастер спорта и двукратный чемпион мира по боевому самбо. Призер чемпионата Москвы по панкратиону и непобежденный кулачный боец. За его плечами безупречный рекорд и две победы нокаутами. Вот хорошо попал, сейчас изнизу, смотри, переходный хороший. Он уже победу нокаутом одерживает боец из красного угла Яхья Нурмагомедов. Его цель в кулачке одержать еще 27 побед и уйти в качестве чемпиона с нулем в графе поражений. Соперника в бою со мной ждет сладкий, неспокойный сон. Встречаем! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Рефери в октагоне Антон Шарков. Бойцы, на середину. Парни, не нарушайте правила. Слушайте мои команды. Все время себя защищайте. Пожали руки. Успехов вам. Можно? Ну что ж, второй бой сегодняшнего карты. Дебютант лиги Алексей против Яхинар Магомедова, который зарекомендовал себя в промоушене. 2-0 у него рекорд. Честно говоря, это такой яркий довольно культёр Яхья. Смотрим, что мы сможем этим поставить Алексей. По внешним донам. Ой-ой-ой, уже джеб. Скорее всего, тут закончится в первом раунде, да, судя по всему. Он дотягивается с дистанции... А это какой вес? Ну, на этом, кажется, бой будет завершён. Да, буквально двумя джебами Яхьядру Магомедов решил этот исход этого поединка. Чем мы его поздравляем. Алексею, здоровья. Доедем дальше. Сейчас будет один удар, почему два? Перегорёвка. Да, вообще, нормально. Перегорёвка. Перегорёвка, брат, ухо. Открывай сюда. Перейти на галузу. Да. Где болит? Тут глаз. Шазов, кулёвка. Силу красавчику можно. Грубокомедов, которые не боятся. Ничего, ничего, иди сюда. Ничего. Повыше, неудобно. Перегорёл, брат. Перегорёл, перегорёл, брат, ухо. Перегорёл, брат, ухо. Прости, субавец. Нет, да. Всё, чё-то это бои. Ты сюда вышел, ты уже, братан, по-братски, ты тут дрался. Ничего страшного. Соберись, что-то перевели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 33 секунды первого раунда. Победу нокаутом одерживает боец из красного угла Яхья Нурмагомедов по прозвищу Добряк. Поздравляю с победой. Ну, во-первых, очень понравился твой выход. Я добрый, но не сегодня. Реально крутой перформанс. Надо уметь удивлять, и как здесь ты это делаешь, и при выходе. Блин, это круто. Я тебя еще раз поздравляю. Делись своими мыслями. Хотел ли ты так быстро сам закончить поединок, или все-таки думал подвигаться, подышать? Или думал, сейчас быстренько приду, сделаю, домой там хинкал стоит, уже ждет. Приветствую всех. Всем ассалам алейкум. Он всех обманул. Он сказал, один удар будет. Он всех обманул. Тяжелый был. Тяжелая была подготовка к бою, честно сказать. И сагонка я за пять дней согнал 8 килограмм. Сопернику спасибо большое, что... Вот. Я хочу попросить лигу дать мне уже серьезных бойцов. Я устал сюда, в Алтуфьево, приходить за одним ударом. Дайте мне серьезных соперников, я не знаю, чтобы я хотя бы через день начал тренироваться. Имена. Ты знаешь его имя? Ты знаешь его имя? Я бросаю вызов всем топам, не знаю. Я Нурмагомедов Яхья, я не буду бороться, я не буду проходить в ноги. Мы будем биться, я буду бить вас. Давайте уже принимайте вызов в топы. Где вы? Нурмагомедов здесь, не бойтесь моего прохода. Здесь кулаки. Разобью вас всех. Так что давайте. Дайте мне Калмыкова. Я готов. Ростовского дайте. У нас с ним была история. Мы с ним общались. Я кидал ему вызов, он принял. Он сказал, что если я там выиграю 3-4 боя, то примет мой вызов. Давай, Артем. Я знаю, ты хороший боец с характером. Я такой же техничный боксер. Ты рубака. Посмотрим, кто из нас лучше. Давай, выскакивай. Газ! Все, а так еще раз. Всем спасибо, кто пришел. Также хочу поблагодарить своего тренера, своих секундантов всех. Спасибо. Что еще? Все, едем дальше. До следующего боя, следующего контракта. Поздравляю. Красавчик. Алексей, давай на центр. Ну, ты не расстраивайся, самое главное. У тебя был действительно серьезный оппонент. Что-то не получилось, но он настолько серьезен, действительно, что он, наверное, просто не дал тебе раскрыться. Но у тебя есть слово, которое ты можешь сказать и своему углу, и, в принципе, все, что посчитаешь, нужно сказать. Хардкор всех приветствую. Что могу сказать? Хочу извиниться перед своим углом. Команда Юре, большая честь, что они помогли мне, посекундировали, приняли. Спасибо моему секунданту Сергею Шукурову, что бросил все и приехал. Просто перегорел. Ну, если мне лига даст еще один шанс, я подготовлюсь и покажу совсем другой уровень. Всем спасибо. Также спасибо своему сопернику. Достойный парень. Нормально общались. То есть, без всего лишнего. Спасибо тебе за бой. В принципе, все. Также у меня есть подарки для Александра, Анатолия и Эдуарда. Просто думал, по другому поводу подарю. Прямо секунду. Самое главное, тебе правильно кричат зрители, не вешай нос. Блин, от души. За подарки от души. Анатолию передадим тебя, что... Блин, круто. Спасибо большое. Еще раз, не расстраивайся. Эд, приветствую. Я и с вами приветствую. Приветствую. Ты меня на конференции застал врасплох с вопросом, кто твой следующий соперник, кого бы ты хотел видеть. Я сегодня здесь увидел одну рыжую морковку. Залетай сюда. Да, это Самарский Конор. Смотри, я здесь грязь не собираюсь устраивать. Я не из той категории бойцов. Я приглашаю тебя в этот октагон, чтобы одним Конором стало меньше. Слишком много вас развелось. Буду вас утилизировать потихонечку. Слышу, утилизаторы, а какой мне интерес с тобой драться? Ты мне вот скажи, пожалуйста. Какой тебе интерес? Ты проиграл 1-0. Я иду, сейчас 3-2. Какой мне интерес с тобой рубиться? Ты выиграл пацана, который не готовился. Слабого пацана. Это его проблема, что он не готовился. Он на конференции кричал, что я не буду этим аргументировать. Он сказал, что я выйду, покажу достойный бой. В итоге, что он показал здесь? Ни силу характера, ничего он не показал. КМС по боксу. Тебя разобрал любитель, который боксом в жизни не занимался. Он там никакой не КМС по сказке он рассказывал. Слушай, раз ты такой, выйди и докажи, что ты там не выбираешь соперников. Я тебя просто уроню в этом октагоне. Люди, которые хотели что-то от меня увидеть, они видят во мне. Что они видят в тебе? И дух видят. Видят в тебе что? Пацанский. И видят в тебе. И видят то, что как разговаривает улица. Зарубимся и покажи прояви свою. Интерес какой в этом мне? У тебя контракт с хардкором. Мы сюда пришли драться на кулаках, шмалять. Они считать бабки и говорят. Никакого у тебя интереса нету? Давай, да, скажи мне. А зачем тогда ты сюда пришел? Я пришел сюда мне поставить. Мы сюда пришли драться, мы пришли сюда рубиться. Кого мне поставят, с тем я и буду биться. Вот меня оставят тебе. Еще тебя не поставили. Ты сам вышел. Сейчас матчмейкеры тебе сделают предложение. Ты сейчас сам вышел и сейчас против меня что-то газуешь. Понимаешь, в чем сам прикол? То, что это ты говоришь, как будто ты лига. Да, да. Я есть лига, я есть хардкор, я не босс. Я есть такие бойцы, как я, которые здесь дерутся. Сейчас попахивает Джавидом Рзаевым, который всегда... Сейчас попахивает очковчиком. Очковым, да? Да, то, что ты очковишь. По-моему, все мои бои показывали, что у меня нету никогда задней вообще. Люди хардкора, вы хотите увидеть этот бой? Я просто постелю его. Даже когда смолкли я бился, у меня был нокаут, но я, сука, всталал. Я постелю Конора с Вайлбериса. Это показывает то, что у меня жесткий характер. Я не собираюсь. И касаемо Конора, я уже хочу избавиться от этого Конора, потому что его слишком много здесь. Вы готовы к бою или нет? Я готов. Ты готов? С менеджером и погнали. Эд, я сюда пришел смолять, просто вырубать. Они вот так, какой у меня интерес. Любого поставьте, мне буду с любым драться. Я это доказал. Я это доказал. Я подрался с настоящим гангстером, от которого отказывались все. У вас нет такой жопы, чтобы подраться с таким бойцом, как я? Давайте посмотрим друг другу в глаза, а дальше разберемся. Пошли. Пошли. Пошли, Пошли. Опас сейчас неплохо. Хороший боковой. Ой, хорошо, что попадают на встречу. Победу техническим нокаутом одерживает боец из красного угла Сергей Конор Приходько. Ты моя голубоглазка. Нравится, да? Гори глаза. О, сейчас ты нахожу попал. Порняке пропустил очень хороший удар. Посмотрю, вырубаю. Это очередной спейковый Конор. Да, да, болтологию разводят, как твои с командой. Хардкор сказал Дракарис, и я сжег этого бастарда. Панч, это панч. Спасибо, парни. Подарки от наших спонсоров, а мы едем дальше. Друзья, а сейчас важное обращение для всех. И в первую очередь для бойцов всех наших лиг. Хардкор-медиа растет, а вместе с тем растут и наши качественные показатели. А также требования к спортсменам. С 30 ноября бойцы хардкора будут проходить тестирование на наличие запрещенных наркотических веществ в крови. Если для вас считается нормой употребление разных веществ, погубно влияющих на ваше здоровье и поведение, то нам с вами не по пути. Мы за пропаганду трезвого образа жизни. Мы должны и будем подавать пример для подрастающего поколения, став образцом трезвой и спортивной нации. Это является еще одним из этапов развития хардкора, как международной профессиональной организации, которая заботится о своем долгосрочном будущем и связана исключительно с сильнейшими спортсменами, которые доказывают свои амбиции именно спортивными навыками. Хардкор за чистый спорт. Блин, перегорел. У меня ноги встали, не понял, как двигаться. Он, то есть, мне раз джеб, я на него наткнулся, два джеб, и все, я схвал. Хочу попросить прощения у всей команды ЮРФ, Захар, а мои здесь большое сердце. Извините, буду тренироваться, показывать результаты, вернуть сильнее. Также хочу сказать и передать огромный привет своему родному городу Новокубе, Люди хардкора, не теряйте себя, чтобы угодить другим. Тренируйтесь, развивайтесь, делайте большие добрые дела. Бой закончился очень быстро, выкинул всего лишь два удара. Не успел ничего почувствовать. Зрители хардкора, я хотел более яркого боя, но я слишком крут для этой игры. Приезжать в такие дали ради двух ударов и выходить против таких мешков? Артем, ростовский Кузьмин. Выходи уже, давай, я хочу биться с нормальным мужиком. Я готов для этого. Погнали, сделаем это. Не откладывай на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Придерживаясь этого правила, я и стал чемпионом. Советую последовать примеру и оформить карту Тинькофф Платинум прямо сейчас. После прошедших новогодних праздников и затрат на подарки с карты Тинькофф Платинум можно оплатить все необходимое и сделать это с выгодой. Потому что у карты кредитный лимит до 1 миллиона рублей. Точно хватит на все. Кэшбэк до 30% по спецпредложениям, где один бонус равен 1 рублю. Переводы бесплатно до 50 тысяч рублей без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц на карты любых банков с подпиской Тинькофф Про. Вы даже можете перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные. Рассрочка до 12 месяцев на любые покупки. В приложении Тинькофф просто выбираете недавно оплаченные покупки от 1000 рублей и подключаете рассрочку. Заказать карту можно всего за 1 минуту, а доставят ее уже в день оформления. Не откладывайте в долгий ящик свои мечты. Переходите по ссылке в описании и оформляйте карту Тинькофф Платинум с лимитом до 1 миллиона рублей. Лучше просмотра нового выпуска Хардкора может быть только просмотр нового выпуска со своей второй половинкой. Ведь гораздо приятнее разделять свои увлечения с любимым человеком. Как мы знаем, сейчас достаточно непросто найти ту самую, которая подойдет не только внешне, но и будет разделять твои интересы. Но вместе с Твинби все становится гораздо проще. Ведь Твинби — это дейтинг-приложение будущего. В нем уже более миллиона девушек, с которыми ты можешь проверить совместимость и заранее узнать об интересах и предпочтениях друг друга. Так как сервис учитывает характер и психологические особенности. Все очень просто. Скачивай Твинби, пройди простой психологический тест при регистрации и выбирай из миллиона ту самую единственную. Переходи по ссылке в описании и устанавливай. Твинби — идеальный сервис для знакомств. Владимир Мазур! Сергей Горохов! Замир Мамедов! Магомед Али! Магомед Расула! А мы переходим к Сомэн-Ивенту. И в октагон приглашается Рамис Балу-Балабеков. 23 года Дербент. Победитель всероссийских турниров и Кубков Москвы по панкартиону рукопашному бою. Боец, выбивший себе место в топ-5 рейтинга королевского веса с помощью двух побед нокаута. О-о-о! Что происходит? Просто сильный! Сердце на души, да, болезнь у него. Победу техническим нокаутом одерживает Рамис Балу-Балабека. Сегодня он намерен усмирить яростного оппонента и овладеть заветным шансом сразиться за чемпионский пояс в абсолютной весовой. Буду до конца рубиться и шагу назад. Встречаем! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Ярый Жигулин, 31 год, Самара. Призер Кубка в России по кикбоксингу, призер Кубка мира по К1 и призер областных соревнований по тайскому боксу. Полуфиналист второго сезона Гран-при в супертяжелом весе. Отвечает уже мощно. О-о-о! Да. О-о-о! Сейчас хорошее попадание было. Каждый раз, когда Ярый вступает в октагон, это значит, что градет лютая заруба, в которой он чувствует себя лучше всего. Сейчас... О-о-о! Просто невероятная! О-о-о! О-о-о! Какие там удары посыпались с обеих сторон. И победу одерживает Ярослав Ярый Жигулин. Сегодня он намерен изгнать балу из джунглей и занять его место в чемпионской гонке. Желаю себе красивой, яркой победы и, наконец, эффектно вернуться после почти годового простоя. Встречаем! Продолжение следует... Рефери в октагоне Сергей Лютунов. Парни, правила знайте, соблюдайте их. Пусть победит сильнейший, без грязи, спортивный. Пожмите руки. Желаю успеха. Пора начинать. О-о-о! Поехали! Файл! Ну что ж, главное событие вечера и битва тяжеловесов, а это всегда интересно. Самое интересное на сегодняшний момент в карте, мне кажется. Ну, не считая Лендуша с Галимова. Очень ты был впечатлен, конечно, когда увидел Ярослава. Да, я говорю, откуда такие тяжели? Руки уже! Ой-ой-ой! Рамис, руки уже! Я понял, за кого даут. Да, я болею за Рами, за Балабекла. Я с первого боя за него топлю. Вот. То есть у тебя уже два противостояния. О-о-о! Не торопись, не торопись! Жестко справа зарядил Ярослав. Блин, прости, не торопись! Ну вот это, мне кажется, ошибка Балу, что он так быстро встал после нокдауна. Да, да, да. Да не, мне кажется, нормально, он остановился. Руки выше! Блин! Я теперь боюсь вот этих урханов. Это бои. Тем более тяжеловеса. Немножко. О! Пытается отвлекать Рамиз. Но и там так справа размашисто летит от Ярослава. Ярослав, по-моему, поймал вот только этот кураж. А Ярослав почему-то при этом зашагивает не в кузово. Руки на месте! О, вот это разбитые! У-у-у! Поорал он там микрофоном, так что зрители пусть меня извиняют. Что это за размен был? Хороший, яркий первый раунд, особенно для тяжеловесов. О, попал! Ой, блядь! Отлично, хорошо! Вот сейчас нокдаун! А что за бумажка у нас? Нокаут это или что? Так, а там травма, кажется, колено у Ярослава. Что случилось? Да считать надо, судья! Готов продолжать? Я, походу, второй раз порвал. Готов продолжать? Да, скажите, дайте чуть ли не меня, пойму, ставлю меня. Продолжать! Нет, не встану, нормально. Все, оказываешь, что продолжать? Не стоит. Я вот так стою. Я, походу, второй раз. Будешь, нет? Ну давай, блин. Я просто боюшую и не стану. Все? Все? Давай, давай, давай! Анатан! Быстро ответ давай! Дай! У него колено. Блин, ну вот это бой, скажите, никто такого не ожидал, честно. Это от того, что слишком большой вес, связки не выдерживают. Такое бывает, да, но... Прикинь, ну неприятное падение было в любом случае. Ярослав выиграл, потом бац, крест, и здравствуйте. Мне кажется, что даже до вот этой травмы Рамис уже начал перехватывать. Да, но есть момент, то, что это тяжи. Да, тоже может в любой момент закрыться. Она у меня оперирована, и она, слушай. Ну почему надо было падать? Блин, он меня провалил. Ты знаешь, как обед, у меня так нога болит. Понимаешь, чем прикол? Она раз оперирована, вот видишь, Рам? Она раз уже оперирована, блядь, она второй раз сейчас порвалась. Лед, лед есть. У меня, видишь, вот видишь, у меня покоясь уже было. Лед есть, сразу надо лед ему память. Тебе сказали, поиграйся чуть-чуть, поиграйся, он устает. Смотри, а знаешь, почему он взял сам спецнему упал? Ну, ему попал жестко. Он не попал, и за это он упал. Мне все равно сказал, что у него дух нет. Я упал, в Аллахе жестью. Я думал, я сказал, что я не буду ничего. Я тебе сказал, просто поиграйся. Ты должен поиграться, и все. Я не стою на ней, Серега, я попробовал встать. Она у меня загуляла, но смысла нет. Смысла нет на одной ноге. А на вопрос в туалет. Я извиняюсь, что так вышло. И вселенная нога. Ввиду травмы на первой минуте 58 секунде первого раунда Победу техническим нокаутом одерживает боец из синего угла Рамис Балу Балабека Рамис, что там, как? Нормально? Чуть отдохнуть прилег, что ли? Отдохнул, зарядился, встал, решил, что... Честно сказать, даже не понял, что это было Да, просто упал Думал, как в тот раз В тот раз, я вам признаюсь, вообще позорно подрался Хотел свое поражение вот так хотя бы как-нибудь вот так закрыть Духа у меня вагонными, кто бы как-то не помневался бы Поэтому... Вот здесь, братья, видишь, вот Первый мой тренер Всегда помогал мне Я не могу не говорить просто Когда я учился Везде деньгами, на соревнования меня бесплатно От себя закидывал деньги Спорт у нас, ну, не бесплатный, все знают Шама, как я приехал сюда Везде помогает Вот, братья, короче, приехали Всем баркала, братья вам И еще самое главное Мама мне сказала Если проиграешь, не вернись домой Поэтому... Домой можно теперь Вообще, да, вообще без вариантов Иса, я тебе обещал, брат Как по твоей просьбе, эту победу посвящаю тебе Я же обещал, не подведу Хоть и не подвел Всем салвалийкум С победой Ярослав, ну что, есть что сказать Я понимаю, что ты травмировался Я понимаю, от такого никто не застрахован, к сожалению Но, тем не менее Я думаю, тебе есть что сказать Как минимум, можно поблагодарить своих ребят Своих секундантов, тренеров, друзей Тебе микрофон, родной Всем привет Извиняюсь, конечно, что так вышло Хотел показать хороший зрелищный бой, но... Зрелище успел показать Ну вот, хочу поблагодарить Во-первых, мою команду Мой зал ВК Британа Его руководитель Руслана Тренера Сухрова, которые готовили меня к этому бою Всех друзей, которые поддерживали Хотел победу посвятить маме Но, к сожалению, нечего посвящать Она у меня упала в больницу Уважал, бывает, три недели назад Вот, ну, прости маму, что я тут подвел Вот, хотел сказать спасибо своему углу Сергею, мы всегда с ним весь путь вместе Владу, Саня Приехал меня поддержать Специально даже, хотя мы дрались с ним Вот И всем искренне, кто пишет Хочу сказать огромное спасибо За вашу поддержку и любовь Вернусь в ближайшее время Как только ногу вылечу На ближайшем турнире Здесь на коленях Теперь раз можно, как я узнал Еще раз всем спасибо Ну что, друзья, подарки от наших спонсоров А также сейчас у нас в Октагоне присутствует Представитель Хардкор Вип Клаб И я так понимаю, ему есть что сказать Представьте, с чем пришли к нам Меня зовут Ярослав Также из города Самары Думал, сейчас выйду, поддержу Земелью, так скажем Вот Не хочу, чтобы, во-первых, поздравлять с победой Да Вот, но единственное, хотел бы как раз это в поддержку На ремонт ноги вручить Спасибо На ход ноги Вот, а так Хочу сказать большое спасибо Нервничаю немножечко Первый раз Вот, спасибо, во-первых, за такие мероприятия Спасибо, что есть возможность приехать И воочию это все увидеть Ну, только слава благодарности Кайфовый продукт Классно все выглядит Все красиво В Самару привет большой передаю Передаю привет И в Black Scorpion Нет-нет, иногда похаживаю тренеру Володю Шувалу Александру Гурьянову Всем пацанам, кто туда ходит И также там Потап Все ребята, короче, всем привет Спасибо большое Спасибо Спасибо Друзья, Хардкор Вип Клаб Каждый из вас может оказаться здесь Я максимально расстроен Обидно, был хороший бой Я увел Сделал нокдаун хороший в первом раунде Но к концу раунда зарубились Не понимаю, немного чего произошло Зацепили склинча Упал на травмированную ногу Уже до этого у меня была операция Обидно, что так закончилось Извините Устроил зрелище, но ненадолго Теперь вернусь на ближайшем турнире Всем, кто меня искренне поддерживает Огромное спасибо вам Я ценю каждое сообщение, которое вы пишете Поверите, это реально искренне приятно Изрежает Огромное вам спасибо Эмоции, как бы, нормальные, радостные Выиграл же все-таки Бой прошел не совсем по плану Но боем, в принципе, доволен Дальнейшие планы Че, бои? Еще раз бои Люди хардкора Смотрите хардкор Смотрите спот Уважайте старших Любите родителей Всем мира и добра Неизменный партнер Хардкор Файтинг Чемпионшип Группа компаний Pride United Включает в себя проекты для каждого Pride Fitness Сеть полноформатных фитнес-клубов Pride Club Клуб профессиональных бойцов Выступающих на турнирах По кулачным боям ММА и боксу Pride GFC Первый в России промоушен по ММА Для юниоров Pride Крепость И Pride Крепость Кэмп Включают в себя Академию единоборств На Красной Поляне В городе Сочи А также предоставляют горные туры Pride United Объединяем Лучшее Друзья, ну а тем временем Телеграм-канал Братские круги Продолжает набирать обороты И за короткий промежуток времени Уже пробили отметку в 100 тысяч подписчиков Это онлайн-конференция 24 на 7 В которой одновременно находятся Главные звезды индустрии Перс, Мухаммед Калмыков, Хамзат Маэстро, Самат, Эмиль И многие другие Братские круги Это горячие эксклюзивы Актуальные конфликты И вся движуха YouTube MMA На данный момент Это лучшее, что есть Из интертеймент-продуктов На просторах Телеграма Залетайте по ссылке в описании И подписывайтесь На абсолютно новый формат Для мира Единоборств Братские круги Пауза Аккуратно вводим в ТГ В поиске Нажимаем Подписаться И едем дальше Вот мы и подошли К мейн-ивенту И в октагон приглашается Шамиль Пахан Галимов 31 год Махачкала Мастер спорта Финалист Кубка мира И шестикратный чемпион Дагестана по боксу Его мотивирует возможность Расправиться с самым страшным Нокаутером хардкора В его же стихии И этим вечером Он намерен Прокатить оппонента Мимо победы В прощальном поединке И занять его место У Олимпа Кулачных боев Лерезон джерлмен Всем салам алейкум Всех приветствую Меня зовут Шамиль По прозвищу Пахан Я сюда пришел Чтобы каждому доказать Что я не только В просторах интернета Пахан Но и в октагоне тоже Где рождается бокс Лерезон джерлмен Это город Каспийский Кизилер Оттуда откуда я Поэтому Лендер Это хороший трамплин Для того чтобы я взлетел Я заставлю вас в это поверить Я честно никогда не рассчитывал На нокаут Я всегда рассчитываю Переиграть в скорости Моя задача Это получить удовольствие В бою Дать удовольствие Зрителям Показать шоу Можно ручки где-то отпустить Просто делать Красоту Ты принимаешь этот бой? Конечно принимаю А что не должен? Ты нормально Атроектируй Что ты начинаешь Октагон покажет Лерезон джерлмен Когда ты дерешься С чемпионом Это больше мотивирует Стремиться выиграть Каждый профессионал Своего дела Он меня поймет И поймет О чем я говорю Хороший оппонент Профессионал Своего дела Чемпион Хардкора Бывший чемпион Ничего всех естественно У него не вижу Обычный человек Да, есть хороший потенциал Есть угроза Поэтому, лерезон джерлмен Будем выяснять Кто здесь А намбован Мы работали С моим тренером Тренер у меня Легендарный Али Алиев Я без него Как тайсон был Без своего Поэтому мы будем Оттягиваться И вылавливать На встречную сзади Передний показал Корпус Будем катать Сперва катать А потом ломать Леку превосхожу Я во многих моментах Мои ноги Это мои каталки Я буду порхать А потом буду ломать Просто газ Я буду делать свою работу Прежде всего Что здесь Люди ждут Ждут Матадора Он будет просто Видеть мои руки Отвлекаться на мои ноги Помимо того Что катать Будут делать психоатаки Еще Которые будут Очень сильно влиять На твою голову Леку На твою лысую голову Лэрис Дэн Джелл Мэн Зрителям хочу сказать Что бой будет Очень жаркий Очень интересный Я уверен Что в этом году Вы такого боя Не видели Наконец Я хардкор Лэрис Дэн Джелл Мэн Просто смотрите Совсем чуть-чуть Вы увидите Красоту бокса Красоту кулачных боев Вот и все Смотрите Не промокайте вспышку Особенно Мою заднюю ручку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В красный угол Октагона Приглашается его соперник Лен Друшлико Акопян 28 лет Москва Чемпион мира По версии WBC Непобежденный боксер С 10 победами На профессиональном ринге Финалист Второго сезона Гран-при И экс-чемпион Полусредней весовой категории Что же Постепенно Ответ от него Что В общем Лен Друшлико Ты что творишь то А В общем Заряженный Лекоз Собирается показать Своему сопернику Чем отличаются Голые кулаки И настоящая жизнь От реалити шоу Вот сейчас Щелчок было слышно Абсолютно везде Вполне может Он уверен, что сегодня закончит не только свою карьеру, но и карьеру оппонента. Очень мощный у Лендруша этот левый удар. Он одержал победу и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона Лендруш Леко Акапиан. Ощущение, когда я в первый раз подрался на голых кулаках, это было просто нечто. Мне так понравилось, что уже прошло 4 года почти. И вот я уже понимаю, что это почти мой последний бой. Мне хочется как-то признавать, что это мой последний бой, потому что хотелось бы еще подраться. Мой соперник Шамиль Галимов в прозвищах «Поп-Мумат Пахан». «Пахамхат». Не называй «Пахампринг». Знаю о нем, что он мастер спорта по боксу, неплохой боец, техничный. На голых кулаках у него дебют. Встретим его достойно своими же кулаками. То, что Шамиль много обращений за меня говорит. Побыстрее я тебя выпуск отправлю. Мы уже все прекрасно знаем, что он любит поболтать, любит все внимание на себя привлечь. Я внутрь чувствую, что задней рукой его спать отправлю. Я думаю, что на голых кулаках ему не стоит выступать. Он доказывает своим языком. Как говорится, болтает, а я — своими кулаками. Мне здесь интересны только чемпы. 70-77 килограмм. Подожди, подожди. Че ты говоришь? Че ты сказал? Когда мы с Шамильом первый раз увиделись в ринге, когда у нас вот этот конфликт случился… Я принимаю это. Не надо кричать. Ну а че ты мне говоришь? Ни че мне делал? Я в его глазах увидел страх. И я надеюсь, что во время боя он выйдет достойно и подерется без какого-либо страха. Конечно, хотелось провести бой на стадионе, чтобы аудитория смогла приехать посмотреть мой бой. Но ничего страшного. Наоборот, с удовольствием подерусь, как и в первых боях для выпуска для Ютуба. Поймутится! Ле Андроши тут же! Еще попадание! Оу! Поскольку вы эмоционально спокойны, Ле Андроши. Люди хардкора, мои фанаты, публика, которая меня любит, уважает, вам большое спасибо. Я это очень сильно ценю. Вы в моем сердце. Я проведу красивый бой, дай бог, победа будет за мной. И в дальнейшем я подлечусь и снова вернусь. Не скучайте, не теряйте меня, я буду с вами. Нету к сопернику недооценки. В любом случае, я сейчас не настраиваю себя на нокаут, я себя настраиваю на хороший, жесткий бой, чтобы все три раунда бить его. Но если будет возможность нокаутировать, я его нокаутирую. Шама, братик, мы проведем бой, и после этого я пожму тебе руку мужскую, потому что ты, как настоящий мужчина, сказал, сделал, вышел в ринг. Многие не верили, что ты выйдешь. Желаю, чтобы мы провели красивый, хороший бой. В дальнейшем после боя мы с тобой вкусно покушаем хинькал. Субтитры сделал DimaTorzok Рефери в октагоне, Ираклий, Малозония. Бойцы, на середину. Вы знаете, что делать. Внимательно слушайте мои команды, соблюдайте правила. Ну что ж, мейн-эвент сегодняшнего турнира. Прощальный бой Лендруша. Ну и против Шамили Пахана Галимова. О-о-о-о-о-о! Первый вопрос. Этот бой завершится досрочно? Я думаю, да. Я считаю, что здесь будет нокаут. Все-таки Шамиль Галимов, это у него дебют на голых кулаках. А Лендруш, он уже опытный волк в этом деле. Плюс у него стиль идеально подходящий под кулачку. По корпусу проверяет Лендруш. Хорошо, поджимает сразу же с канатом. Раскачивает корпусом Шамиль. В голову внимательнее. И пока что против боковых Лендруш это помогает. Но мне кажется, что рано или поздно Лендруш просто на корпус может перевести атаки. Ну мне интересно, почему Шамиль начал играть в игру Лендруша. Вот как раз по печени пробивает. Старт! Старт! Не, не двигается. Вы заметили то, что Шамиль принимает этот бой? Он сейчас по периметру начал ходить. Да, Шамиль. Снизу вроде так попробовал неплохо. Боя корпуса хорошо бывает. Если что, заранее линейтесь в этом бою я немножко буду. Ой, попал опять. Вот мне кажется, здесь не будет нокдауна, нет? Нет, не отсчитывает. Но определенно Лендруш прочувствовал вот эти моменты, где поджимает он как раз таки. И там опять был удар по печени. И вот еще один. Опять его. Снизу пробивает Леков. Интересно, кстати, что Лендруш не взвинчивает темп. Вот это перпост, после которого падает. Характер. Но мне почему-то казалось, что вот он не встанет он. 8, порядки? Кстати, хочу сказать, что Лендруш очень сконцентрирован. Он не висит в спират, как это частенько у него бывает. О-о-о-о! Еще одно попадание снизу. Хороший, отличный первый раунд. Уходит в копилку Лендруша Люко Акатана. Что-то еще успел сказать. А он, может, сказал как Тайсон, не выходи на следующий раунд. Армянский чисто Тайсон. Ты понял, как он опускается? Да. Работай апперкот. Ты его апперкот там поймал? Аперкот и по печени. Понял меня. Сейчас ты его поджимаешь. Он пьет от страха. Ты дышишь нормально? Да. Что-то забито? Хорошо. Нормально. Подыши. Галимов, двоечка залетает. Прямо заднее прямое. Слышишь меня? Чуть сильнее. Корпус не давал. Руки иниться на месте. Галимов. Нет, нет. Все нормально. Все нормально. Попадаешь. Залегу несколько раз трухану. Уходим. Да, действительно, тяжеловато пришлось во второй половине первого раунда Галимову. Мне кажется, весь раунд был тяжелым. Нет, конечно, в начале он корпусом все-таки довольно неплохо нырял. И там такие мощные боковые у Ленруша проходили мимо. Но потом Ленруш немного поменял угол атак. Стал в том числе работать и по корпусу. И как раз таки вот так встречается апперкотами. И в этот момент уже игра Галимова. поломалась. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали второй раунд. Что точно сложно выходить на дебютный бой сразу против Ленруша. Кемпионам. Такая себе авантюра на самом деле. Какие бы регалии у тебя не были. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И не по блоку и не куда-то. И рефери сигнализирует об остановке и победе Лену Шелепу Акакану на радость Тимуру Никульну который прогнозировал второй раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хочется чтобы это был прощальный бой Ленны. Уже надеемся мы все увидим его и дальше в кулачных боях, когда пройдет время, когда подзалечат свои травмы, здоровье безусловно, прежде всего. А если тебя вызовет... Лен Дружж? Согласишься на прощальный бой? Лен Дружж, я тебя нашел еще один день. Я не стал это говорить так, как вы уважаете. Субтитры сделал DimaTorzok Минута и 11 секунд второго раунда в победу техническим нокаутом в прощальном бою одерживает Лен Дружж, Леко, Акапян! Привет, Чем! Привет! Рад снова видеть тебя в нашем кулачном октагоне. как тебе твой комбайк? Один вопрос только тебе ответить честно. Будешь скучать по моим боям? Да! А вы, ребят, будете скучать дальше? Дайте мне немного перерыва, подлечу свои травмы и обязательно вернусь. Можно я минуту, буквально две займу времени? Хочу поблагодарить людей. В первую очередь, свою любимую команду ЮРФ во главе Рокки, брата и в моем сердце. Спасибо за то, что ты всегда рядом поддерживаешь. Мой родной клуб «Львиное сердце», они уже 7 лет тоже рядом. Моих спонсоров «Кофе Либо» самое лучшее кофе на свете. И, конечно же, моим зрителям, моим фанатам, которые всегда мне пишут теплые слова, большое вам спасибо. Вы всегда меня мотивируете. И, конечно же, Толь, дядь Саша, все работники хардкора, я вас очень сильно люблю. Вы моя семья, вы мои родные люди. Я никуда не уйду. Я с вами рядом всегда буду. Чем смогу, без боев, буду всегда рядом поддерживать вас. Спасибо тебе, Толь, за эти прекрасные 4 года, которые я с вами провел. Одержал победу Лендрус, Леко, Акапиан. Моему тренеру Игорю Кокоеву, моим друзьям Арману, Артему, моему брату Давиду, Адам, родной мой, Захар, Тигр. Всем большое спасибо. Шама, брат, я сказал, что если ты выйдешь в ринг, я тебе пожму руку, ты настоящий мужчина, ты настоящий джигит. Большое тебе спасибо, у тебя прекрасная дочка. Я желаю твоей семье всего самого наилучшего. Я всегда рядом, брат. В дальнейшем, дай бог, травмы подлечишь, я подлечу реванш, бокс, кулачка. Мы сделаем, брат. Ты большое тебе спасибо, что вышел со мной, брат. Давай, Лендрус, там матчмейкинги, мне люди свои нужны. Подумай об этом. Если я матчмейкингом стану, я буду их всех ругать. Разрешаешь? Если ты мне даешь добро, я буду гонять. Но раз уж вы приоткрыли завесу тайны, то да, сейчас действительно ведутся переговоры. Я думаю, к конференции мы уже точно озвучим нашему зрителю позицию, чтобы Лендрус стал одним из сотрудников отдела матчмейкинга Hardcore Fighting Championship на этот год уж точно. Спасибо. Леко, нам будет тебя не хватать. От души, брат. Но ты знаешь, что Лига всегда рядом. Мы всегда ждем тебя там, на комментаторской позиции. Мы всегда тебя ждем на наших конференциях. Наш дом, твой дом. Ты наша неотъемлемая часть истории, истории Hardcore. И спасибо тебе за каждое подаренное нам в эти годы невероятное мгновение, за эмоции, за все. Ты легенда. Наша легенда. Ну что, Шамиль, рад приветствовать тебя наконец-то в октагоне Hardcore. Рад приветствовать тебя на голых кулаках. Ну, мне сегодня честно, прям не хватило от тебя футворка. Что сам думаешь? Я уже здоровался со всеми, два раза не буду. В жизни у меня такие немного переломные моменты. А день, а взлеты. Но я уверяю вас, я буду каждый раз, когда я буду падать, я буду вставать, а затем давать здесь жару. Я знаю мои моменты, которые мне не хватило для того, чтобы преодолеть Лендруша. Я их озвучивать не буду, потому что я не из тех людей, которые ищут какие-то отмазки. Это что? Мы с моим тренером уже знаем приблизительно, чем нам работать. Будем работать и будем катать. И ровно через полтора года, как мне сказал Лендруш, он вернется, я его встречу. А в данный момент хочу остаться здесь, делать шоу. Я наберу форму. Максимальный пик я свой приведу, я вам покажу. Реально покажу, потому что у меня есть вот этот потенциал, не только красиво говорит, но и красиво делает. Чего мне не хватило для этого, я сам знаю, еще раз говорю, озвучивать не буду. Леком, молодец. Здоровья тебе, твоим близким. А так через полтора года жду тебя здоровым. Я уже встречу тебя здесь. Только уже титул будет вот здесь, иншаллах. Я пришел сюда за титулом, ну и баки, конечно. Ладно. Вам спасибо, 77. Да. Я думал 70, так ты здесь. 75. Плюс, минус. Чешутся кулаки уже. Плюс, минус, два с половиной месяца, я буду готов. Кулаки, я уже готов рвать. Я жду. Просто жду. Сколько ты весишь сейчас? 75-76. Но 70 килограмм это моя весовая категория. Я за всю, за гран-при дрался, пацаны были тяжелее. Я все это прошел. И сейчас имею большое желание подраться своей родной весовой категории. Брат, если у тебя есть желание, 70 килограмм на голых кулаках. Ну если ты так драться любишь, плюс, минус, 3-4 килограмма, велком. Обдумаем. 70 килограмм, я хочу 70, это моя родная весовая категория. Я готов каждый день здесь драться, ход падаю, стою, на одной ноге даже, если придется. Кровожадный УРФ. А так, мой менеджер Шамиль, моя команда, мой тренер Али Али. Я так-то тоже на очереди. Мой братичка Амиль Лех. Шамиль. Я так-то тоже очень очень. Секундочку, пожалуйста, по-братски не обессуй. Амиль, мой этот брат, Лех, он боец хардкора. 8 числа у него день рождения. Хотел тебя с наступающим. Братичка, люблю тебя очень сильно. Спасибо, что ты рядом. А так, всю команду, всех моих братьев, земляков, Чечня, Ингушетия, всех Москва, всю Россию, мы дадим жару еще всем. Замечательно. Толя, тебе спасибо. Давно хотел у тебя подраться, на самом деле. Но я думаю, так что больше мы уже общий язык найдем и будем делать историю вместе. Когда не находили? С дебютом. Спасибо, братик. С дебютом. Шамиль, только зашел, смотрю, у тебя соперник за соперником. Вот еще один вызов. Всех приветствую, дорогие друзья. Ну что, дед в октагоне. О, победу одерживает Роман, железный патриот Авдал. Шамиль, у нас есть история с тобой. История то, что было в доме. Мы этот вопрос закрыли, но история осталась в спортивном интересе. Ты знаешь, что, я думаю, ты тоже согласишься с тем, что судьи вынесли неправильное решение. Я хочу по боксу, стихии Шамиля, подраться, его выиграть, его стихии по боксу. И если я выиграю, я аннулирую его прозвище Пахан, и он больше не будет говорить. Если он выиграет, если, я пожму ему руку, я, как говорится, его прозвище в этом деле, как он говорит, так и останется, я больше ничего не буду говорить. Но я просто чуть-чуть к этому отношусь, ну, не с пониманием просто. Для кого-то это прозвище, а для кого-то образец. Я сказал свое мнение просто, и все. Чтобы эта прозвище с меня слетела, меня надо похоронить, как минимум. Поэтому, похоронить не будем, Никакого лишения судей не было, мое положение в этой индустрии остается. Я был Паханом, и уйду на тот свет Паханом. Потому что это вот здесь, и вот здесь. Я думаю, я тебе второй раз покажу. Разговорить не будем, вы его же стихи сделайте нам по боксу, я быстро выиграю его. Это хорошие, легкие деньги для меня будут, и все. Вперед, ребята. Если организация интересна, давайте сделаем этот бой. Почему нет? Почему нет? Давайте на стартаун. Доман Авдау, Шаймиль Галимов. Шамиль, Лендруш. Ну и перед тем уже, как вы уйдете, мы высказали вам много хороших слов, поздравили с дебютом, с победой. И хотим еще вручить вам от нашего спонсора, от Твинби, сертификат на ужин в любом ресторане Москвы на двоих, на 10 тысяч. Каждому, каждому. На 10 тысяч рублей. Со своей второй половины. Но если вы захотите сделать семейный ужин... Мы за традиционные ценности. Держи, Лендруш. Держи, Шамиль. Твинби – лучшее дейтинг-приложение. Я знаю, на чем строится Пуп ММА и какие ценности здесь, приоритеты. С вашего позволения, у меня братишка, это очень давно. Я знаю, что он оставит за собой след. Я знаю, что он вам будет интересен. С вашего позволения, я сюда приглашу вам представиться. 71 килограмм. С рук, с ног, на любой ноте. Он готов с любым пообщаться. Он универсальный. Его зовут Касим. Практически, это твои... 30 секунд. Всех приветствую. Я универсальный боярец. Может, денег много просишь? Нет, я абсолютно ничего не просил. Бесплатно? Просто хочу подраться, показать себя. Первый бой мы готовы сделать бесплатно. А исходя от этого уже потом... Обобщаемся дальше. Услышали? Подарки от наших спонсоров. На мой взгляд, внимание не обращается я после боя. Как говорится, раненый, но не убит. Да, упал. Но встал. И психологически я буду уйти дальше. Знаете почему? Потому что я знаю, кто я такой по жизни. Сегодня вы меня, возможно, не будете любить, но я уверяю вас, другого варианта не будет. Потому что здесь будет новая эра в Пахановске. Я уже в этом деле. Лендруш победу одержал достойно. Пускай радуются своей победой. Поэтому хейтеры, хейте меня, хотите вы, любите меня, любите, не любите. Это ваши моменты. Я вашей любви не прошу. Но уважать я вас себя заставлю. Хардкор. Я вас обнял, Элизан Белмэн. Пахан хаппи. Очень счастлив, что выиграл. Но грустно, что ухожу на долгий перерыв. Я, когда выходил в ринг, такой мыслях думал, блин, надо выйти красиво подраться. Ведь это мой, скорее всего, последний бой в моей карьере. И, не знаю, так и грустно, и весело, что выиграл. Весело, грустно, что долго не буду драться. В первую раму чуть удивился. было под мои боковые, хорошо подготовился, нырял. Слава богу, да, травм нету, руки целые. Дальнейшие планы, хочу отдохнуть, там в теплое место полететь, и потом сделать операции на свои руки. Люди хардкора, мои фанаты, люди, которые меня поддерживают, вам большое спасибо, вы моя мотивация за просто прекрасные слова, которые вы бываете, пишете. Я благодарен, и, конечно же, хейтерам тоже. Если бы не вы, я бы не был вот таким мотивированным. Официальный партнер Hardcore Fighting энергетический напиток Gorilla Energy. Gorilla Energy это мощный заряд сил и энергии на весь день. Спешите попробовать новые вкусы. Gorilla персик, абрикос, Gorilla питая и ананас с содержанием натурального сока. Gorilla Energy сила для твоего главного боя. Друзья, хотим рассказать вам про нашего нового партнера частное охранное предприятие Legion Security. Legion Security это больше, чем просто частное охранное предприятие. Это персональная и объектовая охрана с самыми опытными и подготовленными сотрудниками, которые проходили службу в спецподразделениях и профессионально оснащены, чтобы охранять ваш покой. Услуги компании разнообразны. Отличная охрана, охрана бизнеса, торговых центров, жилых комплексов и элитных поселков до охраны клубов, ресторанов, а также обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, концертов, праздников, конференций, форумов, различных развлекательных и спортивных мероприятий. Обеспечение порядка на своих ивентах Legion Security доверяют Общественная палата, Сбербанк, Промсвязьбанк, Ауди, Хардкор Медиа и другие топовые организации. Legion Security это опора безопасности и качественная охрана ваших мероприятий. Переходите по ссылке в описании и будьте спокойны за себя и то, что вам дорого. Мне кажется, он отбил ногу, да. Вот так, интересно. Я понимал, что он даже встав в стойку, он мне ничего не сможет противопоставить. Шовкал, просто покинул арену. Нужно забрать то, что принадлежит, поправил мне. Я его мог финишировать в третьем раунде. Что ты не ожидал именно? Не торопиться. Выкрутимся. А такой еще не будет. Ну что, друзья, это был очередной искрометный выпуск Hardcore Fighting Championship. Сумасшедшие нокауты, невероятные противостояния и все то, за что вы так любите хардкор. И то, за что мы любим вас, наших зрителей. Зрителей, которые остаются с нами все эти годы. Ну и, конечно же, друзья, в конце просим вас подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и написать комментарий как минимум в поддержку Лендруша. Напишите, что вы его ждете и, возможно, спустя год-полтора мы все-таки вытянем его обратно. Ну а так мы вас любим, ценим, крепко обнимаем до хруста и ждем уже в следующем выпуске. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова